Подарить вторую жизнь вещам решили студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Сегодня в учебном заведении прошла дармарка. Она является частью всероссийского экологического квеста, в котором команда студентов принимает непосредственное участие. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Дармарка – это та же ярмарка, но немного в другом формате. Здесь получить понравившуюся вещь можно, обменяв на другую или оставив пожелание ее владельцу. Такой формат мероприятия студентам на ЭД пришелся по душе. С пустыми руками уйти было просто невозможно. Книги, одежда, посуда и другие предметы быта сегодня получили вторую жизнь. Одно в коллекцию, другое на пользование. А три... А три... Вот. Ложки. Ложки, да. Собираю все, что лежит плохо. Так, а кулончиком подальше не сделаете? Ну, кулончик пока оставлю, потом решу, что делать с ним. Именно. А что ты пососок? Использовать. Естественно, использовать. Дармарка – это одно из испытаний Всероссийского экологического квеста, организованного Всемирным фондом дикой природы для студентов среднего профессионального образования. Наша ключевая аудитория – это студенты СПО. Причина проста. Очень много программ у нас для школьников и очень много программ для образовательных организаций высших учебных заведений. И мало для СПО. И это такой онлайн-интерактивный квест, который позволяет ребятам проявить свои способности, где-то какое-то творчество, увлекательные задания, которые они могут выполнять и между собой соревноваться. Ну и квест, он работает во всей стране. То есть они соревнуются не просто здесь у нас где-то в Наринмаре, а они соревнуются с каждым регионом страны, в котором есть такие же ребята. От нашего региона во Всероссийском экологическом квесте участвует команда из 10 студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума. Наша команда состоит из 10 студентов. Это студенты одной группы управления качеством продукции, процессов и услуг по отраслям. Это новая специальность в нашем техникуме. Ребята первого курса. На самом деле для участия в квесте у нас осуществлялся отбор претендентов, то есть был конкурс на набор команд. Команду. Ну мы выбирали самых активных и тех, кто действительно проявляют какие-то свои качества. Участница команды НАЭТ Анастасия Кривда радостно сообщает. Сейчас они находятся на шестом месте и имеют все шансы на победу. А это значит, что могут выиграть поездку в Москву. Там будет, то есть в Москву мы поедем на три дня, там будут эти же вебинары, семинары. И три дня в крупных, в мини-стажировках крупных компаний. Ты хочешь найти свое будущее, если голодный? Ну да. Впереди у команды НАЭТ новые испытания в рамках экологического квеста. Его итоги станут известны в апреле этого года. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.